Здравствуйте! Сегодня мне необходимо произвести очередную замену внутри салона фильтра на автомобиле Fiat Albea. Итак, приступаем к замене. Что для этого необходимо? Маленькую отверточку берем, такую крестообразную. Вот такую проволочку, на конце чтоб крючок был. Это для того, чтобы потом вытаскивать фильтр, а то неудобно руками так вытаскивать. Этой проволочке я, соответственно, и снимаю колпачки и свечей. Итак, приступаю. Он находится с правой стороны. Этот воздушный фильтр вот здесь. Под салонным багажником. И внизу, вот здесь он находится. Вот здесь установлен воздушный фильтр. Итак, поближе сейчас взглянем. И будем вынимать. Неудобно, конечно, темно. Все видно. Вот здесь я ослабил один винтик. Второй я не закручиваю верхний, который там вверху идет. А нижний я его ослабил, чтобы было видно, где он находится. Вот этот пинт мне надо сейчас открутить. Итак, его откручиваем. Этот пинт. Правой рукой неудобно. Тут надо ложиться. И левой рукой только работать. А правой неудобно здесь. Вот раз. И откручиваем его. Открутил. Снимаем эту крышку. Она снимается легко. Пиратскому надо это сделать за минуту. Открутим еще здесь слева находится. Вот видим одно отверстие. Еще слева находится один винт. Сейчас поближе это рассмотрим. Вот так выглядит крышка. Вот два болта. Один справа, другой слева. Я вот этот верхний не закручиваю, когда вторую расставлю. Вот так ставим верх на защелку. И нижняя вот защелочка есть. Вот видим, тоже защелочка внизу есть. Одна. И здесь вот вторая. Двух сторон. Вот эти защелки. Вот так расположены эта крышка. Закручиваю я только крышку эту на один винт. Вот на этот винт закручиваю. И все. Верхний я его не закручиваю. Будет держаться. И так, теперь надо его вынуть в фильтр. Руками мы его не вынемем. Неудобно. Поэтому вот этот крючок, который я заранее говорил, я его достаю. Ставлю туда вовнутрь, завожу. Поворачиваю. И вытаскиваю этот фильтр. Вот видим. Вот видим, как он хорошо вытаскивается. Вот. Зацепился крючок. И вот так он вытаскивается. Дальше можно руками его вытащить. Все. Вытащил фильтр. Вот он. Выглядит старый фильтр. Теперь буду ставить новый. Новый фильтр брал такой же самой модели. Вот модель фильтра. Вот такая модель фильтра. Очень удобно и свободно входит в данное место для фильтра. ТСН тут написан. ФИТ 1530. Достаю его. Уже я разрежу. И здесь обычно ставится стрелка. В каком направлении потока воздуха. Но здесь стрелки я не вижу. Поэтому вот этим местом, где поролон, ставим его наружу. А вовнутрь ставим без поролона. Это идет уплотнение наружу, чтобы поток оттуда с улицы не шел. И так будем сейчас ставить. Завожу его. Этот фильтр хорошо входит туда. Зашел хорошо, плотно. Теперь берем крышку. Где один усик, где одна защёлочка. Вот поближе. Вот где одна защёлочка. Это верхняя часть. Две защёлки внизу находятся. Вот пока не закручиваю. Крышка держится хорошо. Она стала по месту. Защёлки защёлкнулись. Теперь необходимо закрутить этот винтик. Винт вот здесь. Только винт вот этот только буду один закручивать. Вот этот. А тот, который вверху, тот не закручив, потому что там неудобно. Всё проделываю лучше левой рукой, правой неудобно. Сверяю рукой наживили, вот так его. А потом докручиваем отверткой. Конечно, неудобно, но необходимо закрутить. Всё, вроде бы закрутил. А кому охота и второй, болт закрутит, то второй расположен вот здесь, вверху. Его только на ощупь, может так его не видно. Вот это место, она расположена второй винтик. Или кому открутить, первый раз придётся. Вот здесь второй винт расположен. Один идёт наружу, вот это наружнее закручивание, которое во внутрь салона. Я его потом не закручиваю. Но для первой замены, когда кому придётся, то вот здесь, в этом месте он расположен, чтобы знать. Вот и всё. Так быстро, хоть и неудобно, самому можно произвести замену воздушного внутрисалонного фильтра. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.